Добрый день, вас приветствует компания Прогрессавта. Сегодня на обзоре Янмар АФ-250. Такой полноразмерный тракторец с противовесами на морде, большой фрезой. Все, что нужно для уже не самого маленького фермерского хозяйства. Давайте посмотрим вкратце о том, как у нас сохранилась внешка. По краске кузовной на металле все вообще супер хорошо. Есть некоторые вот такие огрехи. А вот пластик чуть-чуть подвыцел. Я думаю, что это абсолютно не вопрос для трактора. Противовесики. Шины передние. Думаю, по сохрану здесь вопросов никаких нет. Остаток очень хороший. Шины задние также. С хорошим остатком. Есть небольшой износ, я думаю, его видно. Но это абсолютно не критичный вопрос. Также смотрим по сохрану краски здесь. То есть, есть, конечно же, понятно, жизненные потертости. Все вот эти сколы, которые ногами появлялись. Но в остальном все очень и очень прилично сохранилось. Трехточечное навесное устройство. Быстросъемчик на фрезе. Фреза у нас полутораметровая, достаточно большая, тяжелая. Но благодаря быстросъему ее получится абсолютно легко. Одному человеку снимать, надевать. И использовать трактор либо без нее, либо с другим навесным. Ножи по сохрану. Опять же, остатки хорошие. Где-то процентов 60 еще есть. Ну, хотя, если смотреть, как у нас некоторые люди совсем до маленьких таких коготочков спиливают ножи. Здесь это еще вообще остаток тогда огромный. Задняя шина правая, также в хорошем состоянии. Справа по косметике. Смотрим, вот оно крыло. Все четко. Есть пара скулов, опять же, ногами. Но это мелочи жизни. Дуга под козырек. Естественно, раскладывающийся назад, для того, чтобы убрать высоту трактора. Ну, и по правой стороне все так же хорошо, целенько и чисто. Так, по управлению навеской. Видим здесь у нас положение фрезы, автозаглубление. В принципе, все. Ну, и здесь у нас тумблеры, естественно, поднятие, опускание в крайнее положение. Коробка переключения передачи. Четыре передачи у нас здесь есть. Плюс пониженные и повышенные ряды. И плюс, естественно, реверс, который за рулем. Отключаемый полный привод, как и обычно. Четыре передачи навал отбора мощности и задняя навал отбора мощности так же. Ну, естественно, как и на всех японских тракторах, блокировка заднего моста присутствует. Механическая. По наработке у нас здесь 509 моточасов. Давайте запускать. Трактор очень интересный звук стартера. И, конечно же, запуск. Прям одно удовольствие. Холодный тракторец. Только-только подошел, первый черт, все, он улетит. У нас здесь не самая уже теплая погода, конечно. Поэтому все-таки вот эти плюс 5, плюс 10. Я думаю, что запуски в таком режиме с пулл оборота это очень хорошо. Не забываем про гидроцветы руля. Одной рукой все это спокойно, легко крутится, вообще без вопросов. Интеграция задней передачи. Здесь все так же четко. По коробке. Любые передачи, какие вы хотите. Все, вообще без щелчков, без каких-либо проблем. Залетает. Собственно, мягкое сцепление на самой повышенной четвертой передаче. Одно удовольствие трогаться. Можно все это сделать плавненько, в натяжечку, без взрывков и каких-либо проблем. Горочку, на всякий случай. Больше, наверное, для своего спокойствия немножко подписывал. В остальном момента трактора хватает вообще на все запросы. Вот абсолютно без газа, на холостых. Опять же, на четвертой повышенной тракторе скатится, вообще не напрягается. Ну, а если, соответственно, конечно, нажать педаль акселератора, то это очень и очень резкий трактор. Напомню, Денмар АК-250. В наличии прогресс-авто, поэтому приезжайте к нам. И мы будем рады вас видеть. Всего доброго. Продолжение следует...